И всем привет, ребят! С вами Мистер Ванька, я сегодня записываю новый ролик. Хотел бы сегодня записать даже второй видос за день, рассказать вам про то, как окончилась война. У многих ребят были вопросы, и сегодня, буквально 30 минут назад, на форуме появился анонс, или я не знаю, как назвать, короче, оповещение о том, как закончилась вообще данная война, и что вообще будет с призами, потому что была такая история, непонятная вообще, с голосами, многие говорили о какой-то накрутке, подкрутке, я в том числе не верил в том, что эта война была честная, а по итогу, под конец, да, то есть там у нас вбила фракция Инь, вдруг там Ян догнали, потом якобы был как бы близкий счет друг у друга у двух фракций, и потом получилось так, что сказали, что победили Ян, хотя по логам, посмотрев, многие игроки убедились в том, что все-таки выиграла не данная фракция, а выиграла параллельная другая фракция Инь, которая называется, и начались споры, ругани, говорили, что типа, для чего такие вещи вообще делаете, если по сути неправильный результат выкладываете. И теперь у нас есть уже официальные новости по этому поводу, в которых написано то, что у нас из-за технических неполадок с красками, то есть с ивентом, они перепутали, кто вообще победил войну, и решили сделать очень грамотный ход и выдать призы всем фракциям, то есть и фракции, которые играли за Инь, и фракции, которые играли за Ян, выдать все те призы, которые они заработали за определенное количество набитых звезд, и я считаю, что это более правильное решение с их точки зрения, и хоть и в какой-то степени это позор, ну, самый натуральный позор, я по-другому это сказать не могу, потому что, ну, это налошились, облажались, но сделали правильные действия, за это я не могу сказать, что они прям вот дико налажали, да, понятное дело, что налажали, но вышли из ситуации, и молодцы, что дали призы всем, хотя бы те игроки, которые набивали все это дело и хотели выиграть эту войну, они получат свои призы, они получат то, чего они хотели, соответственно, в этом плане все будут довольны, и даже многие игроки закроют на это глаза. Ну, это сегодня второй видеоролик, и второй видеоролик, опять же, связан тоже с таким неким каким-то позором, первый видос вышел по Вулкану, кто еще его не посмотрел, можете тоже перейти посмотреть, и я хотел бы в этом видеоролике, ну, это такой чисто информативный видос, как вы видите, я уже даже не то, что на фоне катка какая-то, просто открытый форум, хотел просто зайти, почекать комментарии вообще, что пишут, да, игроки. Многие игроки, где-то процентов 80-90, согласны с тем, что вообще они сделали, пишут, молодцы, красавцы, если честно, я таких комментариях вообще здесь не ожидал увидеть, то есть, для меня, как бы, то, какое сейчас идет отношение игроков к комьюнити, да, и то, насколько много хейта выливается в их сторону за вот такие вот глупые решения, то есть, и это решение являлось реально глупым, реально несправедливым, и доказали то, что они ошиблись. Они признали свою ошибку, и они дали призы всем. За это игроки уже, которые раньше, возможно, много хейтили, говорили, что, типа, ну, блин, вы делаете реальные вещи, глупые, да, сейчас пишут такие комментарии, как вот, например, этот. Молодцы, что ли, признали ошибку и приняли решение о награждении всех участников ивента. Браво! И таких комментариев очень много. Я, как уже сказал, 80-90% именно таких комментариев, и каждый игрок, практически, который заходит на данный форум, пишет такие вот достойные нагибаторские комментарии. Кому-то, конечно, интересно, кто он всё-таки там выиграл в этой войне, но, в общем, и целом, все остаются довольны, да, есть те ребята, которые пишут там, типа, дурдом, что это такое, блин, всем кому, чё, почему, но, в общем, и целом, при том раскладе то, что аудитория игры, ну, колеблется не в таком большом возрасте, да, то есть, большое количество есть тоже детей, которые играют в эту игру, они, конечно, все довольны, они радостны, да, но я бы всё-таки на месте разработчиков такие вещи бы более грамотно делал, и это уже не первая ситуация, которая происходит таким образом, то есть, здесь вообще очень у меня много вопросов с этим ивентом, потому что, по сути, честность его уже была под вопросом в самом-самом его начале, я уже говорил об этом на стримах очень много раз, о том, что, по сути, сначала фракция выигрывала одна с отрывом, да, то есть, а вдруг на следующий день, когда я захожу, оказывается, что моя фракция уже там сливает и тоже с каким-то диким отрывом, то есть, ну, такого не бывает, это значит, что там либо изначально уже является какая-то идёт накрутка, либо у них эти данные обновляются очень-очень с плохими таймингами, но тогда надо сделать так, чтобы эти тайминги обновлялись более бодро, то есть, дабы все эти результаты менялись, дабы можно было видеть онлайн вот эту вот самую статистику, и можно было понимать, в каждый определённый период времени, выигрывает там моя фракция, не выигрывает, что с ней происходит, вот как у нас было, например, на той самой войне, которую я обозревал каждый день, то есть, там было всё досконально видно, каждый там, если не ошибаюсь, 10-15 минут, всё дело обновлялось, и было видно, честность, реально она была видна, да, то есть, если раньше там про войну я также говорил, что там были какие-то моменты, с которыми я был не согласен, я серьёзно думал о какой-то накрутке, то в этой войне, которая была у нас последняя, которую я обозревал, там была более видна честность, да, то есть, там было видно, как меняются звёзды, и вроде как всё даже так и совпадало с тем количеством, сколько набивала каждая фракция, да, хоть и там результаты менялись, но не в этом суть, и когда проводятся такие ивенты, и когда так всё печально меняется, то понятное дело, что большинство игроков будет настроено негативно, а что хотите вы ждать? вы ждёте, что ли, позитивных каких-то сообщений, когда, например, там моя фракция выигрывает, да, на следующий день она вдруг резко уже сливает с нереальнейшим большим отрывом, как такое может быть? Такое не может быть, то есть, ну, мы же люди, мы же понимаем, что это тебе надо набить столько, то есть, если у тебя один день выигрывает, например, на, там, 50 тысяч, в следующий день она сливает на 150 тысяч, ну как? Такие отрывы нереально просто за день исправить, то есть, при том раскладе, то, что это уже шёл, там, четвёртый, может быть, пятый день ивента, да, и такие отрывы нереально так быстро исправить, поэтому у меня остаются вопросы к тому, насколько актуально обновляются результаты всех этих нагибаторских ивентов, потому что их войной я не могу назвать, написано здесь противостояние, и пусть оно будет названием противостояние, потому что это не война, да, то есть, война у нас понятие немножко другое, то есть, были более масштабные ивенты, в которых данное слово было более правильным, здесь это не война, это просто какой-то ивент, и с данными ивентами, которые будут в дальнейшем также у нас присутствовать в игре, я думаю, что даже может быть в этом месяце появится что-то подобное, может быть в следующем будет, надо делать так, чтобы даже заходя, вот, например, так, Так, на танковую страницу, да, то есть на официальную танковую страницу. Я захожу, здесь помимо вот этого счетчика, да, сколько у нас осталось до конца данного ивента, будет написано с лайф таймингом, да, какое количество звезд имеется у одной фракции, у второй фракции, дабы все можно было видеть. Есть края, вот здесь можно просто так влепить в левый край, в правый край и все. Будет все видно. То есть, ну, ни у кого не будет никаких вопросов. Если, например, каждые 10 минут будет обновляться и даже, может, даже снизу под этим будет написано, например, сколько плюсанулось за последние 10 минут звезд у той или иной фракции. Это же все можно сделать. При желании все можно сделать. И тогда ни у кого не будет оставаться никаких вопросов о том, что там имеется какая-то накрутка, кто-то неправ, что-то неправильно делает. Да, понятное дело, что цифры там будут уже большие, запредельные, но все это дело можно делать грамотно и не допускать никаких глупых провалов, чтобы вам потом не надо было оправдываться, выслушивать какое-то большое количество хейта и в свой адрес. И при этом все в раскладе еще, ну, просто облажаться. Просто облажаться, что в итоге вы потом, к сожалению, там пишете технические неполадки там у нас произошли. И из-за этого всего мы вынуждены выдавать всем призы. Это хорошо для игроков, да. Но с точки зрения того, как вы проводите ивент, уже у меня складывается мысль о том, что все это ведется с очень глупым подходом. И, возможно, даже непрофессиональным. Я бы сказал так. Вот такой вот видос у нас сегодня, друзья, получился. Друзья, напишите, что вы думаете вообще по этому поводу. Согласны ли вы с тем мнением, которое у меня сложилось. Ну и всех поздравляю с тем, кто набивал звезды. И вы получаете свои нагибаторские награды, формите контейнеры. И надеюсь, что вам с этих нагибаторских контейнеров, возможно, что-то еще и крутое выпадет. Ну, а я данную эксклюзивную краску переименовал бы в слово «позор». И это было бы очень-очень даже правильно. У меня сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Прожимайте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Мистер Ванька. Пока. С вами был Мистер Ванька.